привет народ привет всем привет всем давно мы здесь с вами не общались не бродили не гуляли друзья почему я сегодня вышла в перископ потому что александр ковальчук не отвечает ни на один телефон и телефон его такое впечатление что уже ему не принадлежит ни один телефон не отвечает мне написали в директ что он с трансляцией был под городом клинцы где он живет за городом и вел трансляцию вроде на него было совершено нападение и с этих пор он не выходит не в эфир на телефоны не отвечает ну вот я беспокоюсь второй день или даже третий на связь не выходит кто что знает чтобы как бы успокоиться и посмотреть то есть получается написали так ему стали говорить он поехал клинцы свой город ему стали писать так надоел твой город клинцы покажи нам местные окрестностей он взял палку селфи с телефоном 7 плюс найти телефон 7 плюс все-таки такой телефон современный последних моделей вот и поехал как пригород клинцы и вот одна девушка если конечно это так и есть она говорит он ведет трансляцию и вдруг ему подошли муж парни ударили его в лицо и после этого ничего о нем не известно два дня я звонила два гудка вот именно вот эти дни два гудка и телефон как бы сбрасывает он никогда мои номера не сбрасывает он всегда отвечает и тут же перезванивает всегда мы с ним общаемся дружим и он всегда отвечает сейчас вот вчерашнего со вчерашнего дня вообще телефон заблокирован может быть у него телефон отняли тогда когда я звонила карточка еще была в телефоне из айфона карточку практически достать невозможно карточку из телефона достать невозможно без иголочки как вы все знаете домой пришли может быть эти воришки вот и вытащили оттуда сим-карту его но он на связь не выходит если у него телефон отняли если он жив здоров если у него телефон отняли он конечно не номера телефона на листок не переписывал но в другое время если у него телефон отняли он всегда попадать какие-то истории они могли так ударить что может он где-то там под березой лежит бездыханный вот но трансляция телескопная трансляция говорят есть кто-то был в этой трансляции из вас видел как его ударили вот девушка или женщины пишет она видела это кто что знает ответьте потому что в общем то как тоже какую-то надо тревогу бить обеспокоенность или друг у друга спрашивать что и как и где может быть она обманула может быть она нет но факт остается фактом я звоню по всем двум его телефонам и не в зоне доступа целый день звонил александра звонит целый день и в общем то мы уже действительно думаем в город клинцы сообщить что есть такой 25-летний молодой человек александр ковальчук как его отчество я не знаю надо бы вообще и вообще не знаете а что для себя решит думаю когда ты с человеком общаешься на при какое-то время больше чем полгода все-таки надо телефоны максимально брать и сестры и бабушки и еще что то чтобы вот так потом на пальцах не гадать где что почему и как сейчас был бы например у сестры галя телефон или было бы бабушки там телефон или еще как то можно было бы какую-то информацию узнать беспокоиться не на она даже подозревает что он уже не хочет у нее жить и куда-нибудь поменял место жительства когда он там у нины оставил свои вещи и он должен был бы прийти тогда за своими вещами во всяком случае кто что знает вот я пока еще только вам говорю не читала что вы здесь пишите нет но понимаете эта девушка я вот не могу понимать у меня много как бы людей с которыми я переписываюсь я сегодня целое утро искала кто мне это написал пришлось мне перечитывать за одно конечно отвечать перечитывать все никак я не нашла но она дословно писала на следующий день когда я стала искать его где что почему кто что знает она не пишет я знаю я игра что вы знаете она пишет вот то что я вам сказала что он пошел пригород клинцы пригород и там на него было совершено нападение как она говорит ударили его в лицо дом понимаете он как как бы сам не драчу просто увидели он такой доверчивый парень его тогда один раз ударили потом когда на вокзале он был его тоже ударили телефон отняли фасовского пять дней лежал то есть это уже если например так говорить третий раз поэтому если мы знаем этого человека давайте тогда дружно бить тревогу кто что знает и каким-то образом этот эфир надо поднять клинцы надо позвонить то есть в общем каким-то образом надо ой надо как-то отреагирует на эту ситуацию читаю 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 он не драчу да он и не провокатор и не драчу ну я же вижу он просто любит любит общаться с вами он выйдет и сразу хоть метро едет хоть где он сразу хватает телефон и сразу хоть 5 минут с вами поздоровается он любитель с вами общаться какой он провокатор зачем транс если людей не читаете свяжитесь с его сестрой у него сестра галин но я телефон галин не знаю нет он нормальный парень кто знает галин телефон позвоните тогда галин все узнаете у меня был тогда телефон галин но почему-то сейчас этого телефона нет вам же написали понимаете тогда почему он на телефоны не отвечает говорит телефон недоступен то есть знаете как отвечает как будто бы карточка вообще не вставлена в телефон посмотрите или сами позвоните узнаете галю а как она галик но кто знает просто вот так один звонок сделать галили кто знает галю как как какой у нее в контакте как она но телефон выключена телефон могли карточку утащить телефон если даже он в подъезде сидел ну что думаете кто оставит у него телефон конечно у меня сапог телефон кавальчук галина галина кавальчук ну вот я сейчас иду а когда сейчас на ходу не буду галину кавальчук галин был у вас в трассе после того как сидел в подъезде последний раз он вещал из подъезда сидел у двери мужчин конечно обожает вопросы решать чужими руками чужими руками Ну, я иду здесь, знаете, у меня барышни в гостях были, я говорю, ну, давайте сейчас будем, что там это, ром пить, они, нет, нет, нам завтра кровь сдавать, я говорю, зачем кровь-то сдавать, что заболели, деспонсоризация, я говорю, на кой фиг она нужна, ну, а почему-то бесплатно о своем здоровье узнать, ну, а ты почему не ходишь? Вот я сейчас иду тоже, как они, собрать эти всякие направления, чтобы тоже пройти бесплатно, что же действительно, платим за то, чтобы нас проверять в здоровье, пусть тогда проверяют, мои барышни бегают, и надо мне побегать, а то кочуришься, не узнаешь от чего, я вот не знаю, где-то здесь иду окраинами, буду искать, где поликлиника наша местная, если не прошла ее, то, наверное, прошла, наверное, да, наверное, прошла поликлинику за разговорами об Александре, все чужими руками, ну, мы же все, как вы говорите, одна семья, значит, один клич кинул, все искать, как это так получается, один клич, даже вот в кошачьем мире, вот этот кот Хабиб, кошка его натоска, натоска, где же это идти-то мне, господи, что-то я вообще не пойму, где я хожу, Галина Светлакова, Галина Светлакова, Галина Светлакова, как Светлаков, а, спасибо, Галина Светлакова, Скажите, к нашей поликлинике Куда дальше идти? К нашей поликлинике 181 Дальше я не прошла Знаете что? Дом 14 И повернете Здесь будет 14, а то будет Дом 16 Спасибо Спасибо вам большое Ну вот, видите Бабушки все знают, где поликлиника Где что А вы говорите Я не знаю даже, где поликлиника у нас Просто мои тетки говорят Умай, мы бесплатно ходим Кровушку сдавать В баночку помочиться В коробочку, в коробок Какашки накакать Ну вот Сманили меня, думаю Черт возьми, надо мне тоже А то захереешь и не узнаешь от чего Пойду тоже направление возьму Коль бесплатно-то Бесплатно-то и халявную колбасу На доме 2 поесть И здесь Бесплатно Пусть проверяют Не бабушка Ну бабушка не бабушка Вот Так что я сейчас иду направление взять Направление взять Кстати, между прочим Я вам хочу сказать Ну, когда идет проверка Дистанциализация какого-то года Какого-то года Нам до конца Я не знаю, как у вас В городах Нам до конца не говорить Что мы имеем Нам ведь как Сдай кровь, мочу И кардиограмму И все Будь свободен И спрашивают На тебя смотрят И говорят А что ты еще хочешь? А что я еще хочу? Я ничего не хочу Я хочу, чтобы меня обследовали По полной программе А они смотрят Бараньями глазами И говорят А что ты еще хочешь? А ты что мне предложить можешь? Так вот, когда мы в Туапсе были В зубной поликлинике В местной Там вообще конкретное объявление Висело Я сфотографировала Мы имеем 12 пунктов обследования 12 И хрен, кто нам Эти 12 пунктов скажет Я не знаю, куда они зажимают Если мне положено 12 пунктов пройти Глазной, ушуной Брюшную полость Так зачем мне выклянчивать надо Что я хочу? Проверь меня с ног до головы Я не знаю, куда вот эти Вот, например, потом идут Если я не добегала Например, глазного Ушного Куда эти все вещи идут? Кому? Кому они там Это отдают? То есть, получается Все у нас недоговаривают Все у нас хитрят Ты повесь Что? Я имею право пройти Я, может, по всему списку побегу Мне делать нехрена Я и буду бегать с утра до вечера Проверять сейчас вдоль и поперек Самое главное Я сфотографировала Сейчас я иду просто Возьму направление А завтра я предъявлю Скажу Все хочу 12 пунктов обойти И точка Посмотрю на их Искаженные лица У них такое впечатление Что прям Бок отъедаю Я за все время думаю К черту бегать Диспансеризация это Если тебе кровь мочу Калу насрешь И то потеряют Ты тужишься, тужишься Несешь коробку говна А говорят Ой, а мы ваш анализ затеряли Говнючий И к черту бегать там где Как это у них Знаете как Знаете как Калу нас Калу нас Не на глисты Не Не на глисты На На Скрытую кровь Как будто ты кровью срешь Я говорю А почему что кровью Ну, бывает Кто кровью У того раки Прямой кишки Так ты Если такое серьезное заболевание Че ж ты тогда Теряешь анализы Может быть уже давно Лечиться надо Только в общем Не знаю Кто Что там делает Вот меня тетки мои Настропалили Вот я иду направление брать Так что Вам покажу Чего я добьюсь Чего не добьюсь И попробую Пусть мою какашки потеряют Вообще Буду скандалить А то буду тужиться Тужиться Палочкой выкаревывать В коробочку класть Не Даже сейчас не в коробочку Не спичный коробок Как старину Надо пойти в аптеку Купить какие-то коробки С красными крышками Заплатить денежки Эти коробочки нести Денежки ты потратил Время ты потратил Копаешься в туалете Чтоб тебя никто за этим делом Не застал И потеряют тебе еще А у тебя может болезнь Бушует полным ходом А потом Поздно пришли Вы уже мертвец Последняя стадия Вот так Так что все Я иду громить С телефоном всех У меня боевое настроение Боевое настроение Пойду громить Не знаю Вы со мной в рюкзаке будете сидеть Как я буду выпрашивать Все направления Или как Тем более Вы мне сколько советуете Врачей обойти Я сейчас скажу Мои подписчики Мне советуют Пройти всех врачей Чтобы Слег на палочке Чтобы Подожди Смешно Чтобы узнать Скрытые болезни Чтобы узнать Скрытые болезни Скажу А то мои подписчики Очень беспокоятся За моё здоровушка Очень беспокоятся Дай-ка я хоть Дай хоть Ой, не могу Не могу Ой, не могу Не могу Пришли Пришли Лучше не знать Как-то не знать Я вот нарядилась Вот так вот Нарядилась Сейчас пойду ходить Так что Сейчас пойду И вам советую Посмотрите На свой год На свой год Если ваш год Как мамай Я должна Идти как мамай Я даже Айфон нашёлся Нет Реально Лучше не знать Ну да Лучше не знать Лучше всё знать Посадите у нас рюкзак В портфель Так это Это только будет Только после того Как я направление возьму Нас рюкзак Вон рюкзак За плечами рюкзак Вот рюкзак Мамай, мамай Так что это такое Ой Для того чтобы всё знать Надо книги читать Вы в интернете Так начитаетесь Про болезни Если в интернете Будете про болезни читать То каждую болезнь Обязательно у себя найдёте Вот начните читать Про любую болезнь И обязательно скажут Ой у меня тоже самое У меня тоже самое Задохнётесь Ну ладно Тогда я сейчас зайду Вот в поликлинику Отключу вас С классики Я тебе читал это Чтобы тебе не самой По слогам читать А сидел человек Тебе и читал А ты сидел и головой кивал Да 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 Понятно Понятно Без балки С вами пойдём Да сейчас там арестуют Вот давай я к вас подведу К нашей поликлинике То есть у меня сегодня Боевой дух Пойду Самое главное Только фотографию Где я Ну направление Я не знаю По-моему это Первый Доврачебный кабинет Там по-моему Не она же выписываешь Что ты хочешь Или надо подготовиться Я скажу Я хочу по всему пункту Пройти своё здоровье Проверить по всему Что положено Вот что мне положено Не отключай нас Мы все свидетели Нет Я сфотографировала Я вам говорю Что я была Ох как я давно В этой поликлинике Мала телевизор И теперь там вообще Смотри как разбогатели Смотри-ка У терапевта Телевизоры там Смотри Ничего себе Как поликлиника разбогатела Даже телевизор там есть Идите уже Иду 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 Видишь как народ ходит Иду Думаю и так знаю Макс Макс Что ты там знаешь Макс А нет Это Сова Сова пишет Сова 63-63 Какие анализы Ну какие положены Все сдам Какие положены Все сдам Почему бы и нет Пока я здесь сижу В Туапсе пока не едем Там в Туапсе надо Денежки платить Ася Зайдешь в поликлинику Выйдешь с мешком таблеток Вирурграфия Кровь, моча Кал Ну сейчас вот посмотрим Давай Сейчас пойду Направление возьму Сейчас я ничего не буду делать А потом выйду И дальше мы пойдем По этапу Ваш возраст Нет 39 с хвостиком Ну таким пушистым Большим хвостиком 39 с хвостиком Сова Сова Не сова, а сова 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 Ну ладно, сова Давай Ладно, давайте Сейчас я пойду Направление возьму Через 10 минут выйду Давайте Сейчас направление возьму А вы пока Саньку Ковальчука ищите Пока вам партийное задание Комсомольское Найдите Саньку Ковальчука Потому что дело уже не шуточное Не шуточное Ищите, ищите Надо же товарищей Всегда в беде не оставлять Наши фильмы Каким патриотическим учат Мы же патриоты Патриоты Так что давайте Один за всех Все за одного Кличи кидаем Один за всех Все за одного А я все что узнаю Все вам доложу Как на духу Все Давай Так Так как покрасивее-то встать Шапку так еще надела Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!